Всем привет! На днях я ощутила обратную сторону ведения блога с обзорами на парфюм. В 8 мартовской подборке ароматов рекомендовала вам Тамиму. И вот недавно она у меня закончилась, я зашла на Wildberries чтобы ее перезаказать и обнаружила, что вы раскупили все запасы. С одной стороны мне, конечно, очень приятно, что вы доверяете моему вкусу, а с другой стороны я осталась без моего главного фаворита. Но это не страшно, будем ждать новый завоз. Сегодня у нас на обзоре аромат от бренда Alharamein. Я недавно делала обзор на мужской аромат и вы остались в восторге. Я читала ваши комментарии. Очень многим нравится этот бренд. Мне он тоже полюбился по первому же обзору. Качество у него очень-очень достойное. И сегодня я выбрала для вас женский парфюм на обзор. Называется он Story of my life. Вот такая вот у него красивая, очень нежная коробочка. Что-то подсказывает, что внутри там такой же запах прячется. Вот так выглядит пузырек. Такой милый, симпатичный, ничего лишнего в нем нет. Кстати, поделюсь с вами новостью. Мне недавно прислали новую партию ароматов на обзоры и привезли масляные духи. Такого у нас на канале еще не было. Я уже успела честно попробовать одни и это прям бомба. Очень нежный, очень тонкий, такой прям женственный цветочный парфюм. По первому впечатлению ощущение, что сейчас в комнату внесли такой огромный букет разных-разных цветов. Я не знаю, розы или... Нет, нет, не роза. Не роза, что-то... Явно есть цветы, но не могу понять какие. Очень нежные, прям невероятно романтичные, какие-то женственные. По первым нотам парфюм очень легкий и, честно говоря, я вообще ничего кроме цветов здесь не слышу. Никакой сладости, сочности. Очень бархатная, очень нежная, такая волнующая история. Очень красивые у него начальные ноты. Давайте посмотрим на состав композиции. Мне самой очень интересно. Так, ну немного удивлена я, если честно, нотам. Наверху здесь звучит пион, мандарин и цитрусовые аккорды. Пион, да. Хорошо. Я могу признать, что он здесь есть, хотя не скажу, что слышу его вот прям в какой-то мононотой, да. Правда, ощущение, что здесь целый букет, но что касается вот мандарина и других цитрусовых, я вообще их здесь не слышу, если честно. Ощущение, правда, что это вот прям полноценная, цветочная такая история. Не знаю даже, с чем связано. В нотах сердца здесь асмантус и роза. Вот это скорее похоже на правду, да. Асмантус, роза, пион. Вот вам то, ну то и выходит. Для меня это прям абсолютно цветочный такой парфюм. В базе здесь сандаловое дерево, почули и розовый перец. Красивая очень база. Странно, если честно. Правда, ничего кроме цветов не слышу, но давайте его подержим часа, наверное, три. Посмотрим, как раскроется и уже вернемся к обзору. Ну что, у нас с вами прошло около трех часов. Ничего нового я вам, к сожалению, не скажу. Я так и не услышала в звучании ни мандарин, ни цитрусовых. Базу я тоже здесь особо не заметила. Я даже обновляла его, делала более интенсивным. Все равно, для меня это прям такой монолитный, нежный букет очень тонких, изысканных цветов. Абсолютно недушный, супер классический. Но, возможно, для любителей арабской парфюмерии, такой очень интересный, насыщенный, многогранный, этот парфюм покажется немного скучным. Мне, наоборот, такие запахи очень нравятся. На мой взгляд, вообще вся красота, она в абсолютной простоте. Опять-таки, повторюсь, ничего кроме цветов я здесь не слышу. Что аромат легкий, он нежный, он достаточно прохладный. Он идеально впишется в любой, мне кажется, парфюмерный гардероб, если вам нравятся цветочные парфюмы. Он недушный, стойкость у него средняя, я думаю, до 5 часов, дальше уже на угасание. Шлейф у него тоже средненький, он есть, но он не прям такой, что вот километровый какой-то, супер-супер заметный. Отличная классическая повседневная история. Ничего оригинального, суперсложного, какого-то сверхзагадочного в ней нет. Это парфюм из категории палочка-выручалочка. Он подойдет абсолютно любой девушке, на любой возраст, на любой повод. Можно даже на вечер, не испортите ни в коем случае. Такие парфюмы обычно долго не стоят на полках, если они вам понравились. Обратите на него внимание, если ищете чего-то супер классического, цветочного, нежного, женственного. Я думаю, что в принципе разочаровать он вас точно не разочарует. Удивить, конечно, тоже вряд ли, но станет таким вот хорошим подспорьем на каждый день.